Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган посетил в понедельник Центр наземного управления Голбаши в Анкаре, где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию спутника связи Тюрксат-5А. Глава государства напомнил, что телекоммуникационный спутник пятого поколения Тюрксат-5А достиг заданной орбиты 4 мая 2021 года и занял позицию на геосинхронной орбите. С 28 июня спутник начал функционировать в Кю-диапазоне. Благодаря современным технологиям срок действия спутника на орбите Земли превысит 30 лет. Зона покрытия спутника Турция, Европа, Ближний Восток, Северная, Центральная и Южная Африка, а также Средиземное, Эгейское и Черное море. Турция строит политику, основанную на понимании того, что главные угрозы в будущем будут исходить из космоса, киберпространства. Поэтому мы формируем сильный механизм киберзащиты, сказал турецкий лидер. Запуск Тюрксат-5Би намечен на конец 2021 года. Эрдоган далее привлек внимание к скорому запуску еще одного спутника связи Тюрксат-5Би. Испытание спутника Тюрксат-5Би, проектирование и производство которого успешно завершено, продолжается. Наша цель — запустить спутник в последнем квартале 2021 года, сообщил турецкий лидер. По его словам, полезная нагрузка Тюрксат-5Би будет больше, чем у всех предыдущих космических аппаратов. Благодаря Тюрксат-5Би объем передачи данных в нашей стране увеличится в 15 раз, отметил президент. Тюрксат-6А выведет Турцию в число 10 стран-производителей спутников. Президент Турции отметил, что одновременно тестируется первый отечественный спутник связи Тюрксат-6А, а его запуск запланирован на 2022 год. Благодаря запуску Тюрксат-6А Турция войдет в число 10 стран мира, которым под силу самим производить коммуникационные спутники, сказал Эрдоган. Подпишитесь на наш канал Удра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...